учителя какими пользоваться для этого предметами что должен знать человек в тот момент когда он выбирает для себя духовного учителя или духовного наставника очень часто те люди которые начинают заниматься эзотерикой они ставят на первое место возможность зарабатывать я хочу сказать вам что это неправильная позиция вещей я считаю что человек который начинает работать с людьми этот человек должен уже эзотерикой или при помощи эзотерики и магии уже должен научиться зарабатывать деньги не используя эзотерику и магию в виде преподавания таким образом я хочу сказать вам что конечно же мне очень важно чтобы люди не зарабатывали при помощи эзотерики а были уже успешными эзотериками и в случае если они собираются зарабатывать деньги то пусть они зарабатывают деньги какой-нибудь работы то есть предпринимательской деятельностью пусть они зарабатывают на чем-то другом так было и в моей жизни могу сказать что я не заработал на том чтобы вести школу и это было не основной моей деятельностью я могу сказать что до момента образования эзотеристской школы кайлас я уже был достаточно обеспеченным человеком в момент того когда я начал работать или преподавать школе кайлас я начал заниматься отдельно бизнесом и занимался этим бизнесом достаточно активно достаточно популярно ну и в общем то не единственным бизнесом почему они каждый день провожу сангая почему они каждый день провожу семинары почему я сейчас не принимаю особо людей это связано с тем что я более активно начал заниматься бизнесом также я активно пишу книги стараюсь реализовать себя на разных планах внешнего экономического или мирового пространства и мне хватает время почему мне не нравятся некоторые преподаватели эзотерики так как они бросают свой естественный доход и после этого рассматривают эзотерику как принципиальную возможность зарабатывать деньги я считаю что это не является для человека работой случае если человек собирается привести человека к духовному пути то это точно не должно ему приносить огромного финансового дохода очень часто духовные учителя также руководители эзотерических школ говорят такие слова они говорят это моя это мной придуманная информация это эксклюзивные мои идеи и так далее я хочу вам сказать что не нужно думать что что-то новое кто-то придумывает как правило все уже это в каком-то виде или каким-то образом уже существовало это скорее всего все уже известно просто это каким-то другим образом или в другом виде эта информация преподносится на самом деле количество информации которая есть и которую можно найти включая интернет включая книги включая публикации которые там в разных вариациях есть этой информации ну есть какой угодно и в самом необычном виде когда человек говорит что это исключительно моя информация только я владею это исключительно там мои права и так далее то как правило это не совсем будет правдой конечно же человек может со временем давать свою информацию я могу сказать что у меня получилось давать свою информацию только спустя шесть или семь лет чтения эзотерической школы кайлас перед тем как выбрать для себя учителя или духовного наставника вы не вам необходимо посмотреть на повсемен на повседневную жизнь того человека который заявляет что он собирается быть для вас учителем или наставником какая у него повседневная жизнь знаете ли вы какая у него семья знаете ли вы насколько он здоров и счастлив видели ли вы чтобы этот человек практиковал вместе со своими учениками эти знания соответствует ли его выводы или его заявления его жизни вот допустим смотрите я постоянно говорю о том что в эзотерической школе кайлас мы можем при помощи заклинаний видеть на хорошей машине второе соответствует ли это моей жизни соответствует я говорю о том что семья должна стоять на первом месте у этого человека скажите вы видите фотографии моей семьи видите меня с моей семьей во время морских курсов куда я их очень часто беру с собой ведь есть же здесь люди которые ранее приезжали ко мне в египет на морской курс или приезжали в трусковец на морской курс вы же видели как я общаюсь со своими детьми и общаюсь со своими близкими скажите можно ли сказать что это может являться примером для тех людей которые могут взять этот пример с и использовать его в своей жизни как это делает их руководитель или их духовный наставник перед тем как выбрать себе духовного наставника попробуйте найти тех людей которые проходят или используют данные методы и постарайтесь увидеть это люди которые обольщены информации которые ей внушили или это люди которые говорят им соответствует та информация которая есть на сегодняшний день у них то есть если человек говорит мой учитель он обучает меня быть высокодуховным существом то почему тогда ты не научился быть высокодуховным существом но учитель обучает меня быть умным человеком то тогда почему ты не стал умным человеком мой учитель обучает меня зарабатывать деньги обретать финансовую независимость то почему ты находишься в школе три года или там пять лет и до сих пор еще являешься финансово независимым мой учитель обучает меня радости почему тогда в твоих глазах нет радости а в сердце нет тепла ну и обязательно необходимо это видеть в своем учителе могут ли люди продемонстрировать свои изменения я учениц я сейчас буду отвечать когда вы будете выбирать себе духовного наставника обращайте внимание на духовность что такое духовность я считаю что духовность является определенным качеством